Первый раз в жизни, вообще даже понятия не имею, как на него ловить. Твою же мать! Ё-моё, поплавок отвалился. Поэтому у нас рыболовное путешествие без понтов. А нет, в этот раз не мелочь. И погнали опять тягать огромных сазанов. На улице жара плюс 35, но это нас не останавливает. Заехали в магазин Рыбажор, город Брест. И по традиции наши рыболовные приключения начинаются отсюда. Так, по прикормочке вот такие миксы классные. Можно брать. Сразу закинул и погнал ловить огромных сазанов. Траппер мало где есть, а тут есть. Ну и конечно вабики. Здесь траппер бойлики, пуфики. Но я еще на сазана не так сильно наловчился, поэтому нам надо что-то попроще. Я вот думаю, вот эти на резиночках, классная тема. Видел на них шикарно ловили. Просто резиночкой за крючок хлопа и готово. Это можно на поплавочку будет, а не поменьше такие 6 на 10. А это на наши крокодилы закинуть. И будем тягать. Много здесь различных бойликов. Кстати, еще вабик пуфики есть. И есть пуфики от траппер. Вот, подсказываю, здесь висят крючки различные. Смотрите, сколько различных готовых, уже оснащенных для ловли карпа наборчиков. Такие, такие. Но мы попробуем вот это. Я еще никогда на такое не ловил. Макушатник. Здесь он такие вот интересные штуки. Ну ладно, приедем на озеро. Там сниму, покажу, что это такое. Приветствую вас, любители рыболовных приключений. Здравствуйте, и вы гости моего канала. Итак, вы посмотрите, какое небольшое озерцо. И как мы сейчас будем на крокодилы здесь ловить вот таких вот огромных речных монстров. Есть у меня с собой две поплавочные удочки. Я их пока пульну. Пусть чай плавают. Но основной упор у нас будет на крокодилы. И сегодня у нас новая тема. Смотрите, купил в рыбожоре вот такой вот макушатник, правильно будет сказать. Оснащенный, 50 грамм веса. И купил я там еще вот такую вот макуху. Так что, друзья мои, один крокодил у нас будет на макушатник. Второй сделаем тоже что-нибудь интересное. Пульнем. Поплавочки тоже подкормим, расставим красивенько. Глубина небольшая, здесь около двух метров. Озеро тоже небольшое. Есть карп, есть амур, по-моему, есть. Толстолоб, есть карась, платва. Да, в принципе, вся озерная рыба. Так что, заряжаем наши снасти и пошли ловить трофейных сазанов. Интересная штукенция. Давайте испытаем. Будет интересно. Первый раз в жизни. И вообще, даже понятия не имею, как на нее ловить. Но сейчас будем с вами потиху разбираться и пытаться что-то поймать. Итак, первым делом достаем мы этот макушатник. Ё-моё. В карман пока положим. Смотрите, что здесь. Четыре поводка. Вот таких вот коротеньких. Дальше, ёпси, здесь какая-то штука такая. А, я понял. Сюда, наверное, вот мы макуху запихнем. Как часы на руку надевать? Сейчас я попробую вставить. Достаем мы наш кусочек. Итак, не знаю, правильно я делаю или нет. Потом будут смеяться на видео с меня. Скажут, ха-ха-ха. Ну и лохопетина, что он делает? А нет. Наверное, все правильно. Так, все, конечно, хорошо. Но, насколько я помню, здесь видите, такие еще шипы. Насколько я помню, это крючки должны вбиваться где-то в макуху. Вот так, по-моему. Он приходит там, чмокчет и крючок засасывает. Что-то типа такого должно быть. Будет она в воде лежать, таять. Здесь, вернее, рассыпаться. Потом он придет. Гам-гам-гам. Не, ну мы, наверное, все-таки наденем по кукурузе не сюда. Потому что, ну, я не верю еще то, что, мне кажется, вот так вот просто втыкнуть. И ждать у моря погоды. Да, ну нафиг. Хотя, можно, знаете, что сделать? Один или два втыкнуть. А два наденем кукурузу. Будем надеяться, они не запутаются. А, вот эти вот противоположные мы втыкнем. В него, пускай торчат. А в эти мы запихнем кукурузу. И забросим. Вот это тема, вот это рыбалка, друзья мои. Жарище плюс 27. Ну, сейчас у нас пока такое время. Прикормку сделаем. Смотрите. Хлопья овсяные. Комбикорм, пшено. Сейчас мы это все в кучу. И будет у нас обалденная прикормочка. Рыбалка трудовая. Рыбы здесь мало. Но канал рыболовное приключение вылавливает там, где другие не ловят. Смотрим. Сейчас тут одного сазана, который обитает, и того выловим. Погнали готовить прикормку. У меня же еще картошка в мундире. Мы будем ее резать и надевать на крючок. Так, это пока в сторонке. Здесь у нас что? Набрал воды, прямо с озера. Здесь у нас пшено. Отличное пшено. Все вываливаем нафиг. Ничего не жалеем для нашей рыбы. Вот так вот. Давай высыпайся ты. Пшенка. Смотрим. Ух ты. Красота. Дальше. Хлопья. Овсяно-перловые. Как говорится, то, что доктор прописал. Всю пачку не жалея тоже. Вот так. Дальше. Что у нас? Комбикорм. Комбикорма пока что без фанатизма. Потом, может, будем добавлять. Давай, давай, рассыпайся. Комбикорм на развес продается в магазине Рыбажор. Торговый центр Европ на Радужной Бресте. Кто хочет и кому надо, может заехать купить. Не такая пачка какой-то прикормки. Самой дешманской. А тоже все высыпаем. Что мы тут мелочиться будем? Готово. Снимаем перчим. Хопа. И начинаем все это дело мешать. Добавлять будем сейчас водички по мере необходимости. И потом вот это вот все пойдет у нас карпам. Дабы они пришли и порадовали нас шикарной поклевкой. Ну, может, не только карпы. Может, еще и какие крокодилы заглянут. Все, пускай пока набухает. Приобрел вот такие вот мини-бойлы плавающие. И вот такие вот тонущие. Сегодня вот мы будем тоже на них ловить. Ну, есть еще опарышку. Кукуруза, червяк. Есть у нас еще картошка. Все будем пробовать. Но начнем с них. Посмотрим. Итак, дамы и господа. Вот такой у меня макушатник. Сюда втыкнул ее крючки. Один оставил вот так. Здесь у меня картошка. Вроде долго не варил. Блин, зараза, разварилась капитально. Не знаю, долетит, не долетит. Для страховки надел еще вот такое. На поплавочную удочку то слегонцухи будем забрасывать. Картошка будет висеть. Но будем ее еще делать хлеб с картошкой. Но вот эти кукуруза, бойлики должны долететь. Погнали. Пробный выстрел. Сейчас надо, главное что? Главное нам приловчиться. Потому что ни разу не ловил. Напоминаю, сейчас у меня пробные такие будут тесты. Но как уже наловчусь, там уже у нас будет все по феншую. Итак, вторая у нас пойдет вот такая оснастка. Сюда набил наши прикормки. Сюда повесил один бойлик. А сюда кукуруза и червяк. Немножко опарыша. Бросаем. Ну что, готово. Две закидухи стоят. Теперь идем к нашим поплавкам. Берем черный хлеб. Любой, можно серый, можно черный. Берем вареную картошку, как я это делаю на видео. И начинаем все это дело вместе перемешивать. Буквально минут 5 проходит. И у нас получается такое картофельно-хлебное тесто. Есть, друзья, есть рыба. Линь. Ребята, линь. Смотрите, в траве запутался. Линь. Вот это да. Вот это поворот. Опарыши и кукуруза. Ништяк. Ну что ж, продолжаем. Да, конечно, малек. Но все-таки рыба. Все-таки поймали полнолуние. Смотрим дальше. Будет интересно. Вечерея. Сейчас самое начинается интересное. Ребята, у меня вторая удочка ушла. Ё-моё, блин. Наконец-то. Смотрите. Смотрю, у меня поплавок выложило и понесло. Небольшой, конечно, зеркальный карпик. Ну что, начало положено. Начинаем ловить хлеб с картошкой. Друзья, опять ушел поплавок. Есть очередной зеркальный карпик. Шикарно. Пока я туда-сюда смотрю, поплавка нет. Утягивает моментом. Да, такой ладошечный? Но все-таки приятно. Полнолуние. А я ловлю карпиков. Итак, берем нашу хлеб с картошкой. Разминаем. Секундочку положу. Разминаем. Вот такой вот шарик небольшой. Берем. Блин, ветер, конечно, не в дугу. Ну да ладно. Хоп. Благо кидать недалеко. Забросили. И положили на рогаточку. Поклевка, поклевка, друзья. Поклевочка, поклевочка. Поклевочка. А этого так возьму. Ё-моё, поплавок отвалился. Офигеть. Отвалился поплавок. Вот такой ладошечный карпик. Но ничего интересного. Клюет, повел капитально. Супер. Будем пока складировать. Потом посмотрим, сколько наловим. Два поклевка, подсек. И в камыш, я не знаю. Я уже третий крючок здесь обрываю. Там какой-то то ли дерево, то ли что. Опять оборвал. Все, надо будет кидать немножко подальше. А немножко подальше не клюет. Клюет именно в этом месте. Вот такая рыбалка. Три обрыва за полчаса. Но ничего не поделаешь. Хочешь ловить? Лови тут. Не хочешь? Ловить. Кидай дальше и сиди, смотри, когда не клюет. Что-то у меня тут поплавок как-то встал. Непонятно. Может, там уже кто-то сидит. Странно. Давайте посмотрим. Я не буду выключаться. Сейчас я обойду сюда. Только она зацепилась. Нет, не зацепилась. Тут кто-то у нас уже сидит. Вот такой вот сазальчик. Блин, а что же мне так резко сразу заматывается на полудилища? Я же вроде бы так сильно не мотал. Сейчас я вам принесу, покажу. Блин, камера так поставила, что меня не видно. Ну да ладно, сейчас. Сейчас я вернусь к вам. Смотрю, поплавок что-то у меня. Полу стоит, полу лежит. Итак, друзья мои. Вот такой вот стандартненький карпуша. Отлично. На две удочки дубашу. Жара. Середина июля уже прошла. А мы ловим сазана на наши интересные насадки. Кукуруза. Есть еще горох. Хлеб с картошкой. Картошка. Пуфы. Бойлы. Червь. Опарыш. Вот столько насадок я сегодня взял с собой. И это помогает ловить. Так хорошо. Куль, куль, куль. Притопило. Я уже камеру хлобысь. И тут на тебе. А нет, вроде бы еще есть. Так вяло клюет. Это просто капец. Как отойдешь от удочки, так он под воду тянет. Как стоишь с удочкой, так он как линь. Дев, дев. Может это и есть линь? Ох, нифига себе. Ох, нифига себе. Вот такой вот красавец зеркальный карп. Ну что ж. Выудил я его. Три опарыша. Хлеб с картошкой. Кукуруза уже опять в игноре. Что ж ты будешь делать? Экспериментируем? Ладно. Продолжаем. Рыболовное приключение. А у нас только вечереет. Самое интересное еще впереди. Смотрим. Смотрите на удочку. Все. И тишь твое налево. Стоял уже этой удочки. Смотрю, у меня этот опловок ушел. И вот так дубасит. Я уже привык к этим мелочевкам. Да. Вот такие канитель. Пошел я за той удочкой сюда. Решил прийти на это место, где все время цеплялся. Только забросил. И тут же, тут же поклевка. Ну блин, походу какая-то мелочь. Так хорошо водила. И не попалось. Что-то здесь. О, ничего себе. Прям как под воду. Неужели опять такая же мелочь? А нет, в этот раз не мелочь. И подсака нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, будем стараться как-то. Без подсака. Ё-моё, думал опять какая-то мелочь. Нет. Вот что значит. И так, отлично. Вот что значит пошел проведать старое место. Ждал он меня там. Отлично. И так, кукуруза. Три белых опарыша. Опять. В родные опинаты. Проверим. Ждет ли меня тут сазанчик. Есть, есть, дружок. Твою мать. Не дотянул. Эх, и удочка обмоталась об кончик. А не, вроде распуталась. Друзья, пока я тут игрался, у меня там поплавок ушел. Ё-моё, опять удочка аж дергается. И так, эту отбрасываем. Эту отбрасываем. Эту хватаем. Эт. Вроде бы небольшой. Ладошечник. Я уже думал, как тот был. Вот тот попер, то попер. Чтоб порвал не все. Ну и этот нормальный. Продолжаем. Пузатик. Ну, друзья, вечереет. Я устал. Надо нам подкрепиться. Потому что так дела не делаются. Все-таки рыбалка рыбалкой. Но силой надо черпать где-то. Потому что не сможем сазанов дотянуть. Сейчас начнет вечереть. У меня там клюет, не клюет. Придут огромные речные монстры. Каша перловая. Сейчас мы ее сжахнем. Можно было прозагреть. Вот такая жара на улице. Плюс 30. Ну и нахрен. Лучше холодненькое поедем. Итак. Давайте подведем итоги. Знаешь, что. Закидухи. Одна поклевка что-то было. Такое. Делайн. И все. Поплавочки. Бегал туда-сюда. Туда-сюда. Но с той стороны. Там какой-то зацеп. Три раза оторвал. Один раз там сазан вытянул. Четыре раза переосначался сегодня. Потом все кинул в одну кучу. Буду ловить там. Сейчас, я думаю, начнет темнеть. Поплавочки у нас станут. Начнут работать закидухи. Но с утра опять начнем ловить на поплавки. Надо все-таки поймать огромного речного озерного. В этот раз монстра. Был один. Не знаю. Может какая пятерка была. Леска 0,2. Слышали или не знаю. Вроде бы снял стрим. Как будто не 0,2. А 0,2. Ладно. Еще будет у нас повод поквитаться. Вместе с поплавком зараза уплыл. Оторвал все полностью. Ем. Идем ловить дальше, пока не стемнело. Есть фонарик. Я его забыл зарядить. Так что какие ночные съемки будут, не знаю. Но что-то будет. Ловим. Только сел. Есть сразу звонки. Каша кашель, друзья мои. Такие помидоры. Но сосиска с помидором тоже ништяк. Можно было бы, конечно, порезать все красивенько. Но в животе оно один хрен перемешается. Поэтому у нас рыболовное путешествие без понтов. Не будем мы ничего резать. Не будем мы никакие салатики стругать. Погрызли помидор. Погрызли сосису с кашей. И погнали опять тягать огромных сазанов. Некогда нам тут вот это вот все нарезочкой заниматься. Итак, друзья, поели. И теперь у нас поклевка. Ух ты. Ух ты. Хорошенький. Пузатенький. Ладошечный. Сазанчик. Вот так-то. Я поел. И он поел. Вместе мы поели. Отлично. Продолжаем. Утянуло поплавок. Утянуло поплавок. Опа. Отлично. Есть контакт. Ладошечный сазан. Закинуло одну удочку вдаль вообще туда. И была сейчас поклевка. Он вот вроде и клюет на нее. Посмотрим, что там вдали водится. Отсошла. Блин. Был карпик, но небольшой походу. Сошел, зараза. Значит, рыба ушла на дальняк. Сейчас ждем. Звон колоколов. Смотрим. Итак, друзья. Первые были подергунчики. На вот эту... Закидуху. Опять. Ништяк. Вечереет. И что-то там поклевывает. Хорошо. Вот мне не нравится, что там эти... Дно походу трава. Это елочка растет. И вот падает она. Насадки падают. И рыбе трудно заметить. Но будем надеяться, что... Что-нибудь да найдет. Смотрим. Будем надеяться, что меня видно. Как бы мне так фонарик положить. Может, вот так как-нибудь. Буду как-то так показывать. Значит, сам подходил я на часик в машину поесть. И когда вернулся, заметил две наших закидухи. Закидухи в двух шнур опущен. Достаем первую. Были поклевки. Рыба, значит, ушла. Здесь рыбы нет. Смотрим. Были поклевки. Но все сожрали. Сейчас проверим вторую. Блин, это значит, так колбасило, что сожрало одну и вторую. Берем вторую. Сейчас будем проверять. Так, положим, чтобы было видно. Здесь у нас макуха была. Что-то, мне кажется, и здесь. А нет, здесь что-то есть на макуху. На макуху есть сазанчик. Отлично. Ну вот, сработала макуха. Ё-моё, все крючки пустые. А вот один есть. Отлично. Размочил макуху. Ну что ж, кстати, и в ночь не снимал на вот эту вот, на макуху, а на второй тоже поймал одного сазанчика. Тогда как раз стрим проводил. Во время стрима приходили. Я показывал. Но это на видео, наверное, не попадет. Ну а на макуху вот. Ночной дружок. Ладно, перезаряжаем, забрасываем. Смотрим. Скоро рассвет. Посмотрим, что нам с рассветом будет. Поклевка. Ну, мистика. Два поплавка рядом. Глубина одинаковая. На эту удочку клюет, а на то не клюет. Как такое может быть? Поплавки чуть ли не 20 сантиметров друг от друга. Опа! На эту карась. Друзья, карась, смотрите. Отличный карась. Сейчас я вам покажу в ладохе, а. Смотрите. Шикардос. Смотрите, как поймал. Забагрило, не поймал. Мне это утро определенно нравится. Эх, блин, друзья. Походу, мои удочки не предназначены для ловли крупной рыбы. Только что вот на эту левую, которая все время стояла, стояла. Сейчас была поклевка хорошая. Под воду утянуло. Хватаю. Фрикцион. И он туда пошел. Наперекос всем вот этим моим закидухам, удочкам. И пстрынь сошел. Ничего не порвал. Фрикцион отработал. Фрикцион завещал, но плохо заякорился. как такое вот ладошечное так пожалуйста без проблем как что-то большое или рвет леску или сход вчера один порвал мне здесь все и ушел с поплавком а сегодня вот сейчас только что даже камеру не включал думаю что показывать очередной такой и тут обидно капец так хочется уже вытянуть вот такого блин всплыл только что правая а ё-моё что это такое за рыба под воду утянула я пока удочку схватил он уже всплыл а потом опять под воду утянула и ничего мелочка это что ли обычно когда о твою мать это еще что такое с удочкой нашей творится запуталась что ли но кончик удилища что-то у нас там перехлестнулся его что интересное что вчера вот левее туда крупный взял и сегодня левее крупный взял а правее крупные не брали о опять что-то но уже что-то у нас там колокольчик пытается подзвинивать то ли кукурузину здоровую надел то ли что что он ее проглотить не может какая-то мелочь пришла видать тягает за кукурузину попасться не может странно только одного карася поймал король здесь есть и хороший есть мы клевать что-то не хочет подозрительно ладно будет что-нибудь интересное ух ты сниму покажу наша закидуха стукнула разок и опять первое ё-моё у меня опять поплавок пропал хорошенький карпуша отлично вот таких вот вылавлю а что-то крупное так сразу сход или обрыв есть есть друзья звенел 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 вот смотрите уже другое дело покрупнее набойлики синие отлично ну эту разловил ту разловил смактуху поймал на это тоже поймал рыбалка вот друзья вот это утро я понимаю 50 карпов за утро поймал и тринь трава не расти вот это клев вот эта рыбалка я понимаю друзья а у меня опять клюет 51 смотрим на бойлик видите сразу покрупнее рыбина надо брать большие бойлы вешать тогда будет понсекать мелочь но это мы уже на следующей рыбалке на этой пока будем что есть не брал я большие я думал что это крупные оказывается для сазана надо брать еще крупнее он не знает слова крупные чем крупнее тем лучше крупнее насадка крупнее рыба ухты ёлы палы ухты ёлы палы ничего себе какой же вам и попался еле вытянул зеркальный карпуша дури в нем хватает хватает в дури видели как тянул это капец ушел под воду нифига себе ухты вот он а что это такое его боком что ли нет не боком тоже хороший смотрите какой вот это пришли ребята посерьезней шикардос ничего себе друзья смотрите кто клюнул вот это поворот окунёк прикол так все конечно хорошо а где мой поплавок твою мать да что что будешь делать если на эту удочку клюет то что-то здоровое знаете что вешаю вот такой вот пуфик сейчас вам покажу в рыбажоре купил и вот берет покрупнее вы это видели боле вот это влупил это влупила прозевал пока тупо плавочку там бойлики шмойлик эти вешал на бойлик пошел пошел родимый что вы прикалываетесь окуня то на бойлик не ну такого я уже конечно разгильдяйство не потерплю сейчас пойду туда схожу еще в камыши где тот вечером вчера стоял посмотрим что там творится ушел под воду иди ко мне хороший красота обожаю сегодняшнее утро блин а у меня утянуло одну удочку и пытается походу утянуть вторую ого 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 друзья достойный экземплярщик достойный там 2 поплавок ушел под воду давайте посмотрим сейчас этого цеплю положу вот так пойдем смотреть что со вторым ну удочку в дугу не гнет уже хорошо а ты он и всплыл как только я решил достать он и всплыл время почти 7 утра будем закругляться встает солнце начинает жара хватит нам провели вечер провели ночь утро шикарное было рыбка возможно еще бы поклевывала но я думаю недолго как только нормально сейчас зайдет солнце все рыба как обрезала будет что вчера и доказала нам погода приехали в 2 часа дня до наверно 6 ни одной поклевки я думаю еще где-то полчасика и у нас все затихнет будем потиху собираться много вещей еще надо будет носить сейчас покажу вам что нам удалось поймать за вечер ночь там две-три рыбки и в основном за утро да и буду потиху складывать наши макухи складывать закидухи ну на макуху первый раз жизни ловил карпа поймал это я считаю заслуживает лайка на закидуху тоже отлично больше не понравилось чем на эту макуху ну на макуху надо еще научиться поплавочки вне конкуренции просто сегодня показали высший пилотаж так что друзья моя рыбалка я доволен если вы хотите тоже чтобы у вас был такой клёв обязательно подпишись на канал бах не королевский лайк ну и пошли посмотрим что у нас там садки вот столько карпуш на сегодня поймали у меня у приятеля есть одно озерцо на даче просил если будет где-то небольшой карпик карасик привези горит за рыбе мне озеро так что поедут они у нас переселяться другое озерцо но я считаю неплохо так над смыкали мы с вами был канал рыболовные приключения пока пока пока